Друзья, всем привет, с вами канал Вудда Гришна, наверняка вы смотрели видео про приемного отца Дани Милохина, он обратился к россиянам, к юристам, адвокатам с просьбой помочь, в Москву, говорит, готов приехать и хватит травить моего приемного сына, иначе, говорит, я его не смогу защищать, если не разгребусь здесь на месте, он заявил, что чуть ли не три полицейских пришли сразу с повестками и хотят снести дом, в общем, у него появилось огромное количество проблем. Интересно, почему? А что-то случилось, как пишут в этих случаях? Власти Анапы потребовали снести дом приемной семьи Дани Милохина, пишут СМИ. Кстати говоря, кто не смотрел, посмотрите, кто отец Дани Милохина. При всем моем огромном уважении к труду спасателя, он был спасателем, спасал действительно людей, и это глубочайшее мое уважение. Он переквалифицировался, его, я так понимаю, попросили после того, как Милохин заявился на премию СТВ в платье, и его попросили, и теперь он Дмитрий Спарк, он коуч, мотивационный тренер, я имею в виду приемный отец Дани Милохина, рассказывает, как достичь успеха, но не рассказывает, как военнообязанному отслужить в армии. Как сообщили в Анапском районном суде, администрация обратилась с иском о сносе самовольной постройки, которая принадлежит Дмитрию Тюленеву. Это и есть приемный отец Дани Милохина. Заседание суда назначено понедельник 25 сентября. В администрации Анапы утверждают, что жилой дом и две хозпостройки построены с нарушением норм. Так, одна из постройок имеет признаки магазина одежды, хотя участок – это личное подсобное хозяйство, не предусматривает ведения коммерческой деятельности. Кроме того, Тюленев самовольно занял территорию общего пользования в 71 квадратный метр. Ранее Тюленев записал видеообращение, в котором рассказал, что власти Анапы хотят снести два его дома. Кроме того, мужчина пожаловался на то, что власти закрыли семейный магазин, который якобы был его единственным источником дохода. Друзья, что сказать? Собственно говоря, все уже сказано было ранее в роликах, но здесь вот на него обрушились сразу все. И он говорит, нужно адвокаты, нужно местные не берутся, потому что понимают, что им грозит. Бумага пришла сверху, и все сразу завертелось, закрутилось. Вы знаете, друзья, пока его сын в платье с накрашенными ногтями, кстати говоря, интересно его интервью, где он говорит о том, что он это самостоятельно что ли делал, это же все в контракте было прописано. То есть он открыто говорит, что есть люди, которые заключили контракт с Милохиным, учитывая, что у него более 20 миллионов подписчиков в социальных сетях, ТикТок, запрещен Нограмм, Контакт, и это в основном подростки. И использовали его влияние, раскручивали его, и он говорит, а что, он на экономический форум сам, что ли, попал с накрашенными ногтями? То есть, видимо, отец начал говорить что-то, что говорить все-таки не надо было, но благодаря этому мы узнали, что кто-то целенаправленно отправлял его с накрашенными ногтями, и, очевидно, нес прозападные совершенно ценности, которые, ну, совершенно здесь, я считаю, абсолютно не нужны, и, более того, самое главное, противоречит вектору движения, который озвучивает руководство страны. Поэтому, пока это все происходило, у отца проблем не было, а сейчас они возникли, вот так случилось, вот так случилось. Я считаю, что единственный верный шаг, который можно было предпринять, это объяснить, позвонить сыну, приемному сыну, что отслужить в армии для него это самое большое благо, потому что не будет претензий ни у кого, я имею в виду, к сыну, что он бегает где-то там, что-то делает, ну, тем более, военнообязанный, многие уже сказали, что там какой-то донос, недонос. С каких пор стал доносом факт того, что военнообязанный в призывном возрасте должен встать на регистрационный учет в военкомате, это вообще фантастика. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна, подписывайтесь на мой телеграмм, канал Будда Гришна, новости, новости в формате 24 на 7, внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и Запрещенограмм. Очевидно, что эти влиятельные люди, которые заключали контракт с Милохиным, закрывали многие вопросы, в том числе и в семье Милохина, а сейчас, наверное, получается, что все, сдулся проект, и, в общем-то говоря, отец Милохина стал среднестатистическим россиянином, у которого возникли проблемы. Здесь, конечно, много вопросов возникает, почему закрывали глаза, но это уже другая история. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.